Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Новые подробности страшного убийства пятилетнего мальчика в Барнауле. У подозреваемого могли быть проблемы с психикой? Дефицит кадров, долги за электричество. За какие еще проблемы взялись в промышленной сфере края? Хамил стюардессом, обзывал перевозчика. Актер Максим Аверин из Барнаула вернулся со штрафом. Нам стало известно, что мужчина, задержанный по подозрению в убийстве своего пятилетнего сына в Барнауле, бывший сотрудник Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Уже 6 лет он на служебной пенсии. Напомним, страшное происшествие произошло 25 сентября. Мальчику нанесли несколько ножевых ранений в грудную клетку и в живот, от которых ребенок скончался. В Краевом УФСИН нам пояснили, что уволился мужчина из-за сокращения штата в 2013 году. В последние годы мужчина работал на другом предприятии. По сообщению источников близких к ситуации, год назад он проходил обследование психбольницы. Среди проявлений болезни врачи отмечали манию преследования его личной и его семьи. Расследование происшествия продолжается. Детский сад «Хэппи Бэби» не будет возвращать 15 миллионов бюджетных средств в государственное казно. Арбитражный суд отказал в таком иске Алтайскому министерству образования. Ведомство потребовало от учреждения вернуть деньги, выделенные в качестве субсидий. Детский сад «Хэппи Бэби» известен как фигурант уголовного дела. С июня 2017 по апрель 2018 года, по данным следствия, там били воспитанников, закрывали их в темных комнатах, накрывали с головой одеялом во время сна. Пострадало 15 детей. 400 случаев насилия доказаны. Двух воспитателей ждет судебное разбирательство. Правоохранители также настаивают на том, что работали сотрудники без заключения трудового договора. Краевые депутаты смягчили ответственность за просрочку или неточности подачи курортного сбора. Теперь в законе появилась фраза «предупреждение». Тот факт, что указанные выше правонарушения не влекут за собой причинение вреда или возникновение угрозы причинения вреда кому-либо или чему-либо, а также прямого имущественного ущерба в целях снижения административной нагрузки на бизнес, законопроектам предлагается установить меру ответственности в виде предупреждения. Напомним, раньше за нарушение порядка сбора или неверное предоставление сведений для операторов сбора был предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. На Алтае курортный сбор сейчас составляет 50 рублей в сутки и взимают его пока лишь с отдыхающих Белокурихи. Кстати, сегодня День туризма. По итогам прошлого года Алтайский край посетило больше 2 миллионов отдыхающих. Самые распространенные направления – Санадорье Белокурихи, Предгоре, Таежная территория с горнолыжной трассой, равнины с экотуризмом. Мы решили спросить барнаульцев, а где они предпочитают отдыхать и устраивает ли их цена и сервис родного региона. Вы где любите отдыхать? В горном Алтае. А почему? Почему там? Там красивая природа, свежий воздух. Очень много мест, где можно там путешествовать. Где отдыхаете? Нет, Белокурихи в основном. Бывает еще на Бухтарну, в Казахстане. В чем нравится отдых в крае у вас? Нравится ли вообще? Да, нравится. Единственное, что было бы маленько подешевле, потому что получается, что ближние зарубежья съездят даже дешевле, чем у нас. Встраивают вас цены и, самое главное, сервис в Алтайском крае? И сколько? Ну да, так-то приемлемые цены. В некоторых местах – да. И обслуживание тоже? Да, да, и обслуживание тоже. Эко-туриция, насколько я знаю, развита неплохо в Алтайском крае. Но я как-то не интересовался этой темой. Просто, наверное, больше склоняюсь к горному. Вот и все. Где отдыхаете? На Кавказе. У вас есть выбор. Кавказ, Алтайский край, территория туризма. Почему вы выбираете Кавказ? Ну, потому что минеральная вода. Ну, то все-таки вы на нашей земле отдыхаете? На нашей земле, почитаю. А чем нравится? Воздух, экология. Да и вообще красиво очень. Спасибо. Производственный кластер планируют создать в Алтайском крае. Новые территории для строительства предприятий внесли в генплан города всего 330 гектаров. Но прежде чем увеличить объемы производства региона, правительству необходимо решить несколько проблем, которые тормозят развитие процесса. Одна из них – дорогое электричество. Поэтому власти хотят подключить госпрограммы и оптимизировать производство, чтобы максимально сократить издержки. Другой важный вопрос – поиск новых кадров. Только на добычу ископаемых требуется почти тысяча специалистов. Кстати, по новой системе планируют привлекать новых партнеров, но с важным условием. Вложения инвесторов будут подстраивать под средние доходы предприятий Алтая, а не Сибири. В других регионах зарплата выше, чем у нас. Это значит, что денежных средств в регионе должно оставаться больше, а вот заработок инвесторов уменьшится. Меняется также требование к инвестору вложения в объекты основных средств части прибыли, и остающиеся в его распоряжении сейчас нижний порог – это 500 миллионов рублей, что также достаточно много для наших предприятий. Будет 150 миллионов рублей. И добавляется новый вид государственной поддержки – субсидирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. У целого поселка в Михайловском районе неожиданно, по словам людей, накопился трехмесячный долг за вывоз мусора. Правда, жители уверяют, вывоз начался только недавно. Мы вообще в шоке были от этого вот. Жители села Назаровка написали заявление в прокуратуру на рекоператора, который безосновательно, по их мнению, начислил налог на вывоз мусора. Люди платить отказываются и настаивают, что в селе нет условий для сбора мусора. В прокуратуру обращаться. Написали заявление по нашей улице, подали его в прокуратуру. Мы не согласны с этим. Согласно закона, мусор можно оплачивать только тогда, когда это будут установлены баки мусорные. Это будет все организовано, но не так. Выставляйте мешки, когда их заберут неизвестно, и заберут их вообще или нет, или их ветром растаскают, и собаки разорвут. Кстати, счета за мусор выставлены даже покойным жителям села. Об этом в вечернем выпуске. Звезду сериала «Глухарь» Максима Аверина оштрафовали на 500 рублей за пьяный дебош на борту самолета «Барнаул-Москва», сообщает ряд СМИ. Заслуженный артист оскорблял членов экипажа и нелестно отзывался об авиакомпании. После прилета в столичный аэропорт телезвезду передали в руки транспортной полиции. Актера оштрафовали и отпустили. Произошло недоразумение. Все выяснили отношения, все разошлись. Рассказы Шукшина в исполнении знаменитого московского театра нации спустя 10 лет вновь увидел «Барнаул». Так закрыли фестиваль спектаклей по произведениям Василия Макаровича, который начался на прошлой неделе. Вообще-то мы должны были быть в Китае в это время. Причем с этим же спектаклем. Ну, конечно же, мы выбрали, даже не обсуждается, родину Василия Макаровича. На нас этот спектакль очень дорог. Я считаю, что это визитная карточка театра нации. Мы с ним объехали очень много стран, очень много городов нашей страны. И, надо сказать, везде слово «Шукшина» пробивало на повал. Рассказы Шукшина объехали 20 стран. Билеты на барнаульскую постановку раскупили еще летом. На сцене вместе с московскими артистами жители сросток, правда, только на снимках. Этот спектакль поставили еще в 2008 году. На сцене театра драмы он был 10 лет назад. И вот вернулся. Теперь в качестве участника первого фестиваля спектаклей по произведениям Шукшина «Здравствуйте, люди». Кстати, актерский состав спектакля за все эти годы не изменился. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях. Итоги дня подведем вместе в вечернем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok